В Забайкале стартовала подготовка к празднованию Дня Победы. Сразу несколько мероприятий представит коллектив Краевого Дома Офицеров. Что именно, знает Цецк Саномова. В теплые дни апреля строители успевают не только класть плитку, но и проводить другие работы в парке Дома Офицеров. К 9 мая будет расширена площадка музыкальной беседки для ветеранов. В День Победы здесь будет играть военно-духовой оркестр. Также обновляют летнюю сцену, строят новые гримерные. Традиционно будет дан концерт, в котором примут участие не только артисты Дома Офицеров, но и детские хореографические коллективы «Читы». И вообще тематических площадок будет в День Победы в парке работать более 10. Департамент ГО и ЧС нам выделяет автобус с большим экраном, где будет демонстрироваться военная хроника, библиомобиль из Пушкинской библиотеки и много других тематических площадок. В ознаменование 73-й годовщины Великой Победы в параде пройдет колонна сотрудников 73 человека в форме образца 43-го года. Тоже будет очень интересно. Специально для этого шьют костюмы, а украсят грудь участников парада образцы военных орденов и медалей. Теплые весенние дни используют и водители парка. Из боксов выгнали автомобили времен Отечественной войны. Раритеты эти каждый год на протяжении уже 10 лет принимают участие в параде Победы на главной площади края. В тестировании проходит вся техника автопарка Дома офицеров. Механик Анатолий с любовью готовит свой американский «Додж-3,25» с подъемностью 750 килограммов. Очередной тест показал двигатель в исправности. И масло поменять, и чтобы аккумуляторы были нормальные, бензин заправленный. Все как положено, чистенько покрашено. У нас газик, вот ГАЗ-67, какой самый капризный, потому что у него стоит все родное. Понимаете? Все родное стоит, и за ним, да, глаз до глаз смотреть надо. У юноармейцев осталось не так много времени для строевой подготовки. Военно-патриотический отряд Дома офицеров-патриотов за Байкалье понесет копию Знамени Победы. А в военно-историческом музее создается художественно-историческая диорама «Штурм Хайларского укрепрайона», посвященная заключительному этапу Второй мировой войны на Востоке Маньчжурской стратегической наступательной операции советских вооруженных сил в советско-японской войне 1945 года. Презентация пройдет 2 сентября, в день окончания Второй мировой войны. Отдельным блоком в программе празднования 9 мая будут представлены концертные номера артистов Дома офицеров.